Глава седьмая Пожара захотелось, счеты еще свести. Теперь шухер по всей округе пойдет. Не только лошадок искать будут, а еще и тех, кто замочил конюха. А это значит тебя, святоша. Смеялся, обросший верзила, привалившись к стене землянки и отхлебывая с горлышка водку. Хотя жалко все это бросать. Хаза прямо, малина, жрачки, пойло вдоволь. Бабы только не хватает. Если б не опаска за мусоров, можно было бы и здесь еще пожить. Давай бабу, значит, здесь еще поживем. А нет, так линяем, сегодня же вы ночь. Или сдать тебя мусорам засоха, а? Опять заржал, захлебываясь от превосходства верзила. Сидевший перед ним на охапке хвойных веток, обросший и обрюзгший булавин, кисло наморщился. Прошу тебя, череп, не называй меня больше по фамилии. Булавин я по документам, сейчас мало ли чего. Светоша еще, ладно, а с засохиным и подавно завязывай, не называй. И он ожесточенно воткнул нож в чурбак. А если буду, то че? Сузил глаза верзила, сняв шапку и обнажив совсем лысую угловатую голову. А ничего! Бешено глянул на него просящий и налил стакан водки. В два глотка осушил его. Ну того, а то я уж думал. И череп неожиданно пнул чурбачок с воткнутым ножом. Чурбачок кувыркнулся, откатился в сторону, а нож, жалобно хрупнув, сломался у самой ручки. Ты че наделал? Испуганно воскликнул хозяин ножа. К тайге без ножа нельзя. Ничего, моим обойдемся. Злобно оскалился череп и ловко метнул свою финку с цветной ручкой в лежащую у выхода чурбачок. Туда же быстро потянулся и святоша, но сильный удар громадного сапога-бахилы в затылок остановил его и прижал к земле. Он замычал, задергался, а череп сильной рукой подтащил его к себе за ногу и словно ребенка уговаривал. «Прости, братан, нечаянное это!» Потом повернул его лицом к себе и схватил за плечи. «Помнишь, сука, как штрафбатовскую охрану ты замочил?» «Ты мочил, а не я. А на зону и меня за это зачалили. А на зоне двоих конвоиров кто замочил?» «Ты! Вот они те пушки меченые!» Ткнул он на ружье, висевшие на стене землянки. «Поймают! Вышка сразу! Одно спасение! Канать отсюда в саяны к твоим киржакам, если они там еще!» «Да есть! Куды они делись?» Держась за затылок и морщась, усаживался святоша у стены. «Ну-ну, не сердись!» Примирительно бубнил череп, наливая водки в стакан и протягивая ему. «Все хочу спросить тебя, братан, откуда ты натаскал сюда столько добра и барахла?» Обвел он рукой стопки одеял и простыней, лежащих в углу, и кучу консервных банок, батареи водочных бутылок. «Сельпо уграбанул? Зачем грабить?» — ухмыльнулся тот. «Ха-ха-ха! За входом комендантом был. Все советское, значит, наше, а точнее мое. Ну, а пойло и жрачка шмару завел. Она готова была ради этого, ткнул он на свой пах, всю столовку для меня отдать. «Мой, мне б такую!» — мечтательно вертел головой череп, похрустывая сухарем. Год целый устраивал эту берлогу. Ночами, как крот, таскал запасы. Тебя ждал, а ты... Эх! И святоша опять болезненно сморщившись, дотронулся до затылка. «Прости, братан, водка мозги затуманила. Ну, хошь вон об ухом топора тресни мне по башке!» — нагнул он покорно лысую голову. «Ха-ха! Зачем? А потом тебя больного тащить по тайге? В тайге одному никак быть нельзя на такой далекий поход. Сгибнешь, а нам настоящая свобода светит только дома, там, в скиту. Это отдельное государство со своими законами, со своей жизнью. Туда чужого не пустят, он еще на подходах погибнет. Или вечным рабом в подземелье будет золотишко мыть». «А ее?» — вытянулся череп. «Ты со мной, а там вся моя родня с родителями. Меня простят, какой бы я ни был, и примут любого, кого бы я ни привел. А ты здоровый, для продолжения рода нашего нужен. Я давно к тебе присмотрелся». Он, шакал, все время ко мне примазался. «А он, сифилитик. Вместе ведь из зоны бежали. Все время меня прикрывал Лебезил, а пришлось его замочить, чтоб тебя оставить». «Да ты чё? Па... па... панчуха!» — заикался череп. «Это последний раз ты меня так назвал здесь. Я по документам Булавин Василий Сергеевич». Потряс он паспортом. «Доберемся домой до скита, этот паспорт в костер. Там я, засохин Пантелеймон Лукич. Вот там с тобой породнимся по-настоящему. Там ты получишь настоящее посвятцем имя и мою сестру-красавицу в жены». «Понял?» Сладострастно ухватился череп за свой пах, мотая головой. «Вот оттуда и кличка моя святоша. Умные люди и в тюрьме умные. Раскусили меня по религии, двумя пальцами крещусь. Но раз Пантелеймон, значит, святоша кличка. Если по писанию святой Пантелеймон на шкуру мою поиспортили наколками, так это против воли моей связывали насильно. Поглумиться, чтобы дух сломить. А вот всем, кто и дальше будет надо мной измываться». И засохин Булавин яростно рубанул рукой со сжатым кулаком по локтю другой, в которой неожиданно появился пистолет. «Бошки продырявлю!» Бахнул вдруг выстрел в сложенную стопку одеял. Завоняло пороховой гарью и горелой шерстью. «Тю-тю! Так и сгорим нахер!» И мусора на пожар подвале откинулся тушить череп дымящийся одеяло. «Вот ты, Вася, даешь!» Затравленно оглядывался он на безучастно сидящего с пистолетом на коленях Булавина. «Може, и граната есть?» Выжидательно спросил он. «Если надо, найдем». Поднялся на колени Булавин и продолжал. «Конюха пришлось замочить, потому что подозревал он, что я в тайгу что-то таскаю. А может, ты догадался, что не утонул?» «Вишь ведь, тогда трое подошли уж довольно близко к нашей берлоге. Кого они искали?» «Что ж ты меня?» Пришлось пугануть их с жаконом. «Ну, а когда лошадок брал, случай удобный оказался, как его не замочить. Благо, лошадка с седлом. Второе-то седло я еще загодя припас. У него же слямзил. Еще один есть там вражонок. Но тот ладно, пусть живет малой еще. Ишь, калмыч не одноглазая. С соплю ростом, а то даже метит. «Непонятно для черепа», — высказался он. «А линять отсюда надо, это точно. Необходимую часть барахла заберем с собой. А другую часть, большую, конечно, придется здесь оставить. Здесь все есть, хоть год живи». «Бросать-то жалко, найдет кто другой, обрадуется». Возник череп. «А кому другому вот чего?» — похлопал по паху святоша. «Мало ли чего в жизни бывает. Может, вернуться когда-нибудь сюда придется. Запасы изгодятся. Уходя, стойки у входа под объемы, вход завален будет. Я уж пробовал. Никаких следов, что тут берлога была. Ни дурак строил ее на краю обрыва. Ниоткуда не видно. Тот ход нырнул, в этот вынырнул». «Долго ты ее строил?» — спросил череп. «Дурак я, что ли?» — случайно наткнулся в поисках подобного тайника. «На медведя?» — наивно вытаращился череп. «Так это точно берлог медвежья!» «Дурень ты, братец!» «Вон, кто хозяин этого жилья!» — махнул пистолетом святоша на бугорок земли далеко внизу. «Не понял!» — крутил головой череп. «Самый хороший мусор какой?» — спросил святоша. «Ну, знаю, дохлый!» — чесал лысину череп. «Молодец! Хороший житель был и хозяин этой землянки!» Пристально смотрел на холмикон. «Человек это!» — дернулся череп. «Ну, а кто ж, по-твоему, медведь стены подпорки ставил?» «Пришлось от свидетелей избавиться, хотя, может, и был он хорошим человеком!» Задумчиво ответил святоша. «У него тоже, видать, была тайна, коль он скрывался от людей. Кстати, о мусорах. Помнишь, когда нас вылавливали, когда мы выходили из окружения после плена? Ну, когда я перестрелял охрану азиатов-штрафников?» «Ну, чё-то помню, слабо, контужный был», — промямлил череп, потирая лоб. «Но перед тем, как нас свои взяли, я наткнулся на молодого лейтенанта раненого. Долго тащил на себя, а он и спас нас. А так бы сразу вышку дали». Он пришёл в себя и, узнав, что я вытащил его из окружения, записал мою фамилию. А я запомнил его фамилию — Жмаков. «Так вот, когда особисты таскали нас на допросы, он и назвал мою фамилию Засохин. Что мы где с тобой удерживали высоту и его спасли. Но для порядка нас с тобой на зону сунули, так тогда было. А то бы вышка». «Особисты всё равно как-то разнюхали про мои дела с охраной, но прямых доказательств не было. Ну, на то он и особый отдел. А тебя потерзали да и бросили. Видят, что память у тебя отшибла. Больше на меня наседали. А я, как сказал, так уперся на этом. Мол, дрались мы с тобой против немчуры до последнего патрона. Охрана, мол, погибала и без нас от взрывов. Лейтенанта защищали. «Ну, а при чём мусор-то?» «Хе-хе, милый, при том, этот лейтенант теперь капитан, и он здесь. Мусором в участковых ходит. А главное, меня признал и, думаю, вот-вот расколет. Вот и пришлось мне утонуть». «Замочить его и концы в воду!» — дёрнулся череп. И я так думал, да рука не поднимается. Спас он нас с тобой, череп. Не он бы, вышка. Давно бы уж червей кормили. Но он почему-то всё раздумывает. Может, справки наводит. Может, ещё чего. Не знаю. Но чую, скоро сдаст. Если в кучу всё сложит, моё утопление, жакан, смерть конюха, угон лошадей сообразит. Если ещё не сообразил. Обыщет мою комнату, она пуста. Тоже поймёт. Тогда Варьку за жопу она тоже кое-чего подозревала. И стопняка калмык прижмёт. Тот может чё-то сказать. Хотя он, скорее всего, не скажет. С виду простака сам себе на уме. Зря на лишние допросы не захочет. Тут же главное, как себя поведёшь на первый раз. И ты где-то засветился, пока добирался ко мне. Спрашивал про тебя мусорок, между прочим. Даже фотокарточку показывал. Иди ты! Заволновался череп. А ты думал, не наследил по жизни, незаметно прошёл? Где ты жил с тех пор, как из зоны мы тягу дали? Ну, этих у тунгусов пока тянь не надыбал. А чё от тунгусов ушёл? Женился бы да жил там. Да ик, они такие маленькие, малахольные. Прижал одно. Она, как дитё малое, завизжала от страху. Чуть не прирезали. Еле унёс ноги. Так что вот чё черепок. Ты тут вверх надо мной держал. А положение твоё, ой, как ниже моего. Если меня мусорок и разгадал, да не сдал почему-то, а ты в розыске, и он тебя сдаст за милую душу. Так что единственный спаситель твой — это я. Череп бухнулся на колени и протянул руки. Ася, зуб даю! Командой мной, как хош! Прости, братан, вот тебе нож! И завернув штанину, он вытащил кривой нож из чехла, привязанного к ноге. А Тангусов упер тебе в подарок! Святоша потюкал лезвием ножа по ребру консервной банки. Ничего, сталь хорошая. Заключил он, пряча нож в чехол. Потом выдернул финку из чурбачка, вернул её черепу. Ладно, хватит дурить, давай собираться. Потемнеет, двинемся в путь. Пойду гляну лошадок. Уходя, надо петушка красного пустить. Пусть посуетятся. А тем временем в лесосеке заготовка лесоматериалов шла полным ходом. В связи с вынужденным простоем из-за стихии, теперь работали с раннего утра до темна. Даёшь ударный труд к первомаю и дню победы. Олели лозунги на бараках и в лесосеке на бытовке, на плотбище. Там разделывают брёвна сваленных деревьев. Порт Торк отчитал нерадивых. Новый начальник самолично контролировал отгрузку леса. Сам валился с ног от усталости. На жалобы рабочих, что рабочий день удлинился на 4 часа, Михеев разводил руками. Отдохнули ребятки на месяц вперёд. Теперь работать надо, стране нужен лес. Терпели, работали. Некоторые блотяги пытались бузить, а НКВДшники тут как тут. Незговорчивых увозили в воронки. Остальные молча вкалывали, давали полторы-две нормы. Кузьмич поднялся на ноги. Ходил задумчиво и часто поглядывал на далёкую гору, обросшую ельником. Откуда пугнули их с жаканом. Участковые НКВДшники много раз допрашивали его, Тунду, Егора по поводу утопления булавина. Но так ни к чему не пришли. Из столовой власти почти не вылазили. Варвара поила, кормила их, ходила заплаканная. Кузьмича при всех предупредил участковый. Не найдёшь лошадей, неделя сроку тебе. Готовься на двадцатку. Вон за украденную булку хлеба пятёрку дают. А тут две лошади. Может, ты их цыганам продал? Найдёшь в тайге цыган, расстреляй меня сразу, парировал Кузьмич. За такое большое расхищение социалистической собственности и по пятьдесят восьмой статье, как враг народа, можете по высшей степени идти, подключил Спарторг. Да вы чё, охренели? Взбесился Кузьмич. Первый раз, что ли, лошади теряются? Если не медведь разогнал, да если не украли, найдутся, куда денутся? Тайга, не первый раз. Вот и даётся вам неделю срока на поиски, а вы тут разглагольствуйте. Да говорю вам, три метра пройду, и голова кружится, с ног валюсь. Башкой в дерево лупанулся или по башке получил, вот и не здоровится. В бутылку меньше заглядывать надо, вот и не будете терять лошадей, заключал Парторг. Да в неё ещё до наводнения заглянул. Не так, как вы каждый день из столовой не вылазите. Пробурчал Кузьмич и, пошатываясь от боли в голове, пошёл к конюшне. Аж как куда-то пропал, уже второй день нету. Тут работы полно, один не справлюсь. Справно помогал пацан. Спасибо, Тюмде, заходит, помогает. Ведь и сказать нельзя, что пацан пропал. Начальство разорётся, нельзя ему в лесосеке быть. Чего делать, прям не знаю, сокрушался старик, с трудом ворочая лопатой по настилу. Вторые сутки Ашка бродил по тайге в поисках лошадей. Первый день он исколесил довольно большую площадь вырубленной тайги. Хотя ходить здесь было очень трудно. Мешали огромные кучи сучьев, обрубленных с деревьев. За ними спокойно могли стоять или лежать сытые лошади. Приходилось заглядывать за каждую кучу. Да и рытвины, оставленные гусеницами тракторов, тоже мешали идти. Сапоги-то были никудышные, орваные, болтались на ногах. Да уже и устал изрядно. Тот кусок хлеба, который сунул ему Кузьмич в дорогу, он давно уж съел. От горечи черемши, которой в тайге было полно, першило в горле. Наелся до противного. Появившиеся комары надсадно пищали над душами. И он вяло отмахивался от них соломенной березовой веточкой с распускающимися листочками. Сначала ему нравилась роль следопыта. Он много находил птичьих гнезд с яйцами разной окраски. И немного полюбовавшись их красотой, уходил прочь под тревожные писки хозяев гнезд. Интересно, а как у нас там дома? Степь тоже зазеленела. Красная, от диких тюльпанов. Птиц тоже налетело, видимо-невидимо. Гнезд полно. Он размечтался по-калмыцки о своей далекой степной калмыкии и с ненавистью оглядывал бурелонную, исковерканную человеком тайгу. Зачем сюда их завезли? Нету теперь у него никого родных. Бабушку с дедушкой почему-то в другой пояс затолкали. Где они? Живы ли? Нет. Отсюда надо убегать к себе на родину. А как? Он был неграмотный. Историк пытался его обучать, да глаз начинал сильно болеть. Он любил книжки, особенно с картинками, но читать не мог. Увидя это, историк сочувственно покачал головой и похлопал его по плечу. Не горюй, глаз свой береги. Много неграмотных людей свой талант и безграмоты людям показывают. Вон как по дереву режешь, из глины лепишь, рисуешь неплохо. Вот все утрясется. Вернешься домой, еще скульптором известным станешь. А когда вернемся домой, не сказал почему-то. Удивлял Сашка. И что такое скульптор, он тоже постеснялся спросить. О том, что отец погиб у него на глазах, к этому он уже привык. Зачем немец прилетел на самолете стрелять их, он никак понять не мог. Говорят, что немцев всех прогнали. Но зачем они столько людей загубили, лошадей? Конечно, и отца жалко. Но как погибали лошади, кувыркались и вновь вставали, истекали кровью, он до сих пор не мог забыть. Жалко и умершую мать. Сколько она, бедная, мучилась с раненым плечом. И еще, если убежать отсюда, то могилу матери он вообще больше никогда не увидит. Вот три дня на могиле не был, и то уж как-то не по себе. Эх. Тяжело вздохнул пацан и остановился. Удивленно оглядывался вокруг. Вокруг была нетронутая, незнакомая тайга. Ашка шалело заметался по сторонам, приклиная себя за то, что размечтался и забрел неизвестно куда. Он глянул на небо. Оно было хмурое, накрапывал дождь. Заблудился. И уже темнеет. В ужасе подумал он и вскарабкался на пушистую кедрину, чтобы осмотреть местность. Он долез почти до самой вершины, но кроме зеленых колыхающихся крон деревьев ничего не увидел. А уже явно темнело. Быстрее надо найти место для ночлега. Главное, чтобы было сухо, да дрова для костра чтобы были. Он механически похлопал рукой по карману, где загремел коробок со спичками. Спички есть. Нож есть. Веревка вокруг пояса есть. Воин. Тайге не пропадешь. Вспомнил он мудрую фразу Тюнды, которую тот любил повторять при еще живой его матери, которая беспокоилась, чтобы Ашка не заблудился в тайге. Вот тебе на. Заблудился. Ашка быстро спустился с кедрины и стал ломать пушистые ветки молодого кедровника себе на постель. Наломав охапку веток, он бросил ее под разлапистую старую пихту и стал натаскивать сухостой для костра. Уже в потемках он приволок последнюю сухую валежину и стал разжигать костер. Накрапывал дождь, шумел ветер, но костер он разжег без труда. Эй, ежели в тайге развел костерок, никакой зверь не подойдет, часто повторял Кузьмич, рассказывая таежные случаи. Костер он пока большой не разводил, подкладывал только мелкие сучья, большие приберегал для ночи. С пихты он тоже наломал пахучих веток и лежал на них, подремывая с ножом в руках. Страха не было. Было простое беспокойство. Как это произошло, что он заблудился? Но успокоило размышление, что завтра он выберет побольше дерева, им определиться, где ж он. Речку увидеть надо. А уж по ней он выйдет хоть куда. Подбросив в костер побольше сучьев, он уснул. И поспал вроде немного, а уж брежел рассвет. Да и проснулся, скорее всего, от холода. Замерз. Настойчиво и обеспокоенно трещала сойка. Ашка протер глаза и хотел кинуть палкой в надоедливую птицу, но раздумал. На кого она так трещит? На меня? Или кого-то еще учуяло? Он хотел разжечь погасший за ночь костер, но передумал и навалил на себя раскиданные во сне хвойные ветки. Утро было туманное, и он сообразил, что пока не спадет туман, ничего он не увидит, даже с самого высокого дерева. Придется полежать. И тут до его слуха донеслись фырканье лошади и человеческий кашель. Потом хриплый кашель перешел в брань, и мужской голос, ослабленный туманом, донесся до него. Лышь, братан, тут пешу надо идти. Буреломно, да деревья частые. Башку верхом едучи разбить можно, глаза точно выколоть. Ашка хотел выскочить к людям, дернулся, а потом притаился еще больше. Костром чель пахнет! Послышался голос. Какой тут костер! Махрык куришь, да с ночного перепоя тебе мерещится. Но если кто и появится, жакан успокоит его сразу. Хотя не гоже сейчас стрелять, отойти подальше надо. Пару километров еще пройдем, перед их сделаем. Слышь, сделай милость, дай хлебнуть чуток, а похмелиться бы, трясет всего. Просещий сказал второй. Говорил, тебе не нажирайся с вечера, надо было уходить, как потемнеет. Так нет, всю водку захотел выпить. Не выпьешь, вон ее сколько осталось, а с ног-то она тебе свалила. На, сейчас на, пей, по две грелки на рыло. Выпьешь свою долю, к моей не лезь. А впереди еще длинный путь и сырость, и хворость может быть. Да, нет, я бы немного поправиться. Спасибо. И что-то зачмокало, забулькало, и даже, как показалось Ашке, до него донесся запах водки. Ну все, хорош, а то все выжрешь, идти надо. Ашка приказал первый голос, как будто знакомый Ашке. Потому как перефыркивались лошади, Ашка точно определил, что лошадей должно быть две. И его прожгла мысль. А не их ли это лошади? Сивка и Пузан. Тогда это бандиты? О, хорошо, выручил ты меня, братан. Теперь по тайге могу переть, сколько хочешь. О, стерва! Послышался треск сухих сучьев под ногами, и сквозь молочный туман явно угадались, медленно прошли. Сначала человек и лошадь, потом снова человек и лошадь. Шум от передвижения стал затихать. Туман, как губка, вбирал в себя все звуки. Вся эта вереница прошла мимо Ашки буквально в десяти метрах, и было видно, что лошадей тянули и дергали за устцы неизвестные люди. Чужие это люди для лошадей, вот они и не слушаются, осенила его мысль. Чего ж это я лежу? Следом надо осторожно идти и все узнать. Может, это наши лошади? А как их отобрать, если наши? А, там видно будет. И Ашка выскользнул из своей постели и с ножом в руках, крадучись, пошел в том направлении. Скоро он нагнал их и, боясь быть обнаруженным, заметно отстал. Туман становился все меньше и меньше, и скоро совсем исчез. Ашка теперь окончательно разглядел, что навьюченные мешками лошади были Сивка и Пузан. А вот людей он никак не мог разглядеть. Высокий и здоровый мужик был явно незнаком. А другой шел впереди Сивки и нещадно дымил самокруткой. Сивка постоянно фыркала и уже покорно шла за ним, потому что несколько раз он останавливался и, коротко взяв под устцы и намотав повод на кулак, другим кулаком яростно лупил ее по морде. Бедная Сивка задергалась и пыталась встать на дыбы, но мужик чувствовался был сильный и затянул устцы вниз к земле. Ашка клокотал от злости на бандита, сжимая нож, но вынужден был молчать. И еще капюшон плаща на мужике тоже не позволял толком разглядеть его. Ничего, скоро солнышко пригреет, скинешь плащ, тогда разглядим твою морду, размышлял пацан. Тут вот чего главное, как лошадей отобрать, а морды бандитские знать не обязательно. Хотя его обуревало страшное любопытство. Кто же этот мужик в капюшоне? Ему казалось, что он видел его уже где-то. Рассеялся туман, ярко светило солнце. Ашке надо было еще больше отстать от бандитов, чтобы быть незамеченным. Конокрады остановились на отдых. Лошадей развьючили, спутали и пустили пастись, привязав еще на длинные веревки. Голодные лошади даже и не делали попыток уйти куда-то. Они вгрызлись в начинающую расти траву. Ашка спрятался за густым кустарником, и до него изредка доносились голоса отдыхавших. О, о, видишь, здесь тайга кончилась. Лес вырублен. Это участок кедрового лога. Его придется обойти страной. Путь длиннее, ничего не поделаешь. Чавкал мужик в капюшоне, поддевая тушенку из банки ножом. А, может, выпьем? Осторожно спросил его второй спутник. Вечером, черепок, вечером. Сейчас идти надо, от людей с глаз долой. И они стали собираться, снова навьючили лошадей. От запахов тушенки, разносившихся вокруг, лошки свело живот. Второй день он ничего не ел, грыз только стебельки черемши. Когда бандиты сдвинулись в путь, он приблизился к месту у их отдыха и обнаружил полупустую консервную банку с кусочками застывшего говяжьего жира. Он с жадностью съел оставшееся богатство, досоха вымокав пальцами соленую юшку. Также он собрал в горсть небольшую кучку овса с того места, где лежали мешки вьюки на лошадей. Больше он ничего не нашел. Ага, если везут с собой мешок овса, значит, путь далекий. Значит, в поселение людей заходить не будут, а будут идти тайгой. И не один день. А как же я? Уйду далеко, а как вернусь? А что есть? Вот что главное. Сил не будет. Вот они-то жрут, обжираются, а тут кишки и хребтуш подвело. И тут он вспомнил Тун-Дю, который весело говорил, «Совсем, когда плохо, ничего будет день, когда будет хороша. Махан кушать будем». Да чё я раскис совсем? Немного подъел, черемши полно. На худой конец саранку найду, выкопаю крахмальный корнеплод. Не умру, а там видно будет. Тайга стала реже, и конокрады уже ехали верхом на лошадях. Ашкай еле успевал за ними, чтобы не потерять их из виду. Отдыхали ещё один раз, где-то уж после обеда. Опять развьючили лошадей, повязали им торбы с овцом на морды, после чего напоили ручья. Сами немного перекусили и опять двинулись в путь. Кедровый лог обошли стороной. Ашка сам видел с горы бараки и ползущие трактора в лесосеке. Бандиты то ехали верхом на лошадях, то вели их в поводу в буреломных местах, и через крутые косогоры. Ашка устало плёлся далеко сзади их, лишь бы не упустить из виду. А вдруг не сумею украсть у них лошадей, да отстану от них, да заблужусь. Тогда чё делать? Главное, сил уж нет от усталости и голода. Дело близилось к вечеру. Человек в капюшоне, так и не снявший его, всё чаще поглядывал на небо и вдруг остановился, оглядываясь по сторонам, привязывая к дереву лошадь. От неожиданной их остановки Ашка замешкался и оказался на небольшой полянке, нисколько не скрытой кустарником. Оглянулся бы кто-нибудь из них, плохо пришлось бы ему. Тем более человек в капюшоне снял с плеча ружьё и повесил его на сучок дерева. Ашка как стоял, так и брякнулся животом в траву и пополз прятаться к кустам. Двое о чём-то посовещались, поглядывая на небо, и стали снимать мешки с лошадей. Спутали их, привязав на верёвке подальше друг от дружки, чтобы не запутались, стали натаскивать сухостой для костра. «Ночевать тут будут», догадал Сашка, и на всякий случай уполз подальше от сухостойны, которая стояла недалеко от него. Мужики разошлись по сторонам, выискивая пригодные для костра сучьи и валежины. Высокий мужик с квадратной челюстью высмотрел эту сухостойну, где был Ашка, и остервенел Апахеков, срубил её и сопяпывал к костру. У пацана занемели руки и ноги от страха, что было б, окажись он на том месте. Стало темнеть. Мужики разложили костёр, наломали хвои для постели и сели ужинать. Ашка еле сдерживался, чтобы не закричать и не попросить у них кусок хлеба. Мучительно было видеть, как люди обильно ели и пили водку. Хоть бы напились они да у пьяна, украл бы я у них какой-нибудь еды. Длительная ходьба по буреломной тайге совсем обессилела его. Он даже задремал от усталости. А когда проснулся, то увидел, что мужики пьяно болтали, сидя у костра. Потом здоровый мужик сунулся на землю и затих. Наверное, уснул. Второй осоловелок глянул на него и замотал головой. Э, братух, так не пойдёт. Сгоришь к чёртовой матери. Сделав много попыток, чтобы подняться на ноги, он, наконец, поднялся. Его потащило по сторонам, вперёд, назад, и он снова упал на колени. Ползком он добрался до приятеля, и, повозившись с ним некоторое время, он, как бревно, с трудом откатил его от костра. Вот, теперь порядок. Потом посидел немного и так же на карачках отполз к кедрине на кучу веток, завалился там. Протянул руку к ружьям, висевшим на сучке, полапал, полапал рукой, пытаясь их достать. Схватил одно за ствол, да так и уснул. Потом его рука безвольно разжалась и тяжело упала на хвойные ветки, служившие постели. Ашка, как ночной хищник, подполз ближе к костру и отчетливо видел всю эту картину. Его манила в первую очередь еда, валялись куски хлеба и вспоротые ножом о половиненной консервной банке с тушенкой. Но глазом мстителя он изучил положение спящих людей и висевшее около них ружья. «Поем потом», решил он и, схватив кусок хлеба, сунул его в карман. Точнее, это была четвертинка засушенного хлебного кирпича. Он потянул на себя мешок, набитый продуктами, и волоком оттащил его в кусты, попутно прихватив два ножа, торчащих в валежинах. «Ружья!» «Ружья надо утащить!» «Без коней и ружей, без ножей они пропадут в тайге». И Ашка, тихо ступая, зашел за дерево, на котором висели ружья. Но тут же были и их хозяева, громко храпевшие на все лады. Страшно было снимать ружья, но пацан преодолел страх и, вспотев от напряжения, все-таки снял их. Снял и бегом пустился бежать в темноту от костра. Ничего, обошлось, хозяева ружей громко храпели. Оглянувшись в темноте, как оказалось, ночь-то была не так уж и темна, он узнал ту полянку, где Верзила срубил сухостойку и затащил ружья в кусты. Хорошо приглядевшись, он различил силуэты пасущихся и фыркающих лошадей. Вытащив огромный сухарь из кармана, он жадно грыз его. Где-то вода есть поблизости. Верзила тащил котелок с водой. Надо бы напиться и лошадей попоить. Как-то успокоительно подумал он. Немного подъев, он обрел силу и решительно пошел к лошадям. Те мирно паслись и, подойдя к каждой, он угостил их кусочками сухаря. Лошади признали его сразу, как-никак осень и зиму он ухаживал за ними на конюшне. Он снял с них веревки, оставив путы на ногах. Смотав веревки, решительно пошел к костру. Громкий храп перекрывал потрескивание догорающих сучьев в затухающем костре. Подбросив немного сучьев в костер, он осторожно стал накидывать веревочную петлю на ноги верзилы. Удалось. Тогда, уже не боясь, он обмотал ноги веревкой несколько раз и этой же веревкой замотал ему руки назад и плотно накинул на шею. Верзила что-то промычал, почмокал губами и захрапел еще громче. То же самое он проделал со вторым конокрадом. Ашка еще не решил, что сделать с бандитами. Утром будет ясно, мудро рассудил он. Наелся доста тушенки с сухарями, запил водой из котелка и, подумав, снял свою веревку с пояса и привязал верзилу к огромной болежине подальше от его товарища. После сытой еды захотелось спать. А ведь спать надо. Нужны силы для завтрашнего дня. А что делать завтра? Он не знал. А спать где? Тут у костра? А вдруг бандюги развяжутся? А-а-а, патроны забыл у них забрать. И он смело снял патронтаж сначала с одного бандюги, потом с другого. Прихватив плащ, висевший на дереве, он вместе с патронтажами пошел к кустам, где спрятал ружья. Вот тут и заночую в кустах. Главное, все видно, что творится у костра. Начал заворачиваться в плащ, в кармане обнаружил пистолет. Вот это да! Никогда не стрелял из пистолета. Завтра разберемся. Подумал он, проваливаясь в глубокий сон. Проснулся неожиданно и ничего не мог понять. Чуть начинался рассвет. Никакого костра не было, но с того места неслись громкие вопли. Помогите! Убивают люди! Ашка быстро обмотал один патронтаж вокруг пояса, закрепил и, взяв двухстволку в руки, стал подкрадываться к месту, откуда неслись крики. Ружье было хорошее. Он никогда такого не видел. Стрелять он умел. Его научил Кузьмич. Эх, сейчас бы сюда Кузьмича. Он бы точно подсказал, что нужно делать с этими бандитами. Ашка любовно погладил вороненую сталь стволов и, переломив его, заглянул в магазин. Ружье было заряжено. А в кого стрелять? Он не знал. Но, тем не менее, с жестокой яростью он взял его на изготовку и, целясь в бандита, который ранее лежал на кучке веток у дерева, поднялся из-за кустов. Не надо! Не стреляй! Мы свои! Ошеломил его хриплый крик. Было уже довольно светло, и Ашка узнал в обросшем связанном человеке коменданта Булавина. Он растерялся и опустил ружье. Булавка? Басилия? Пробормотал он. Да, да, это я, милый. Слава тебе, господи, развяжи меня. Лишь варнаки напали, связали нас. Залебезил, задергался комендант. Ты это как это? Речка булькал? В нерешительности стоял Ашка. А вот кореш спас меня. Домой едем, в бараке, в маховой лог. Развязывай, милый, потом разберемся. Махавай там, а задумчиво произнес пацан. Сивка пузанка крал. Нет бандита. Кнул он ружьем в него. Ага, ага, мы поймали бандитов, которые украли наших лошадей. Угу, бандиты убежали, а мешки оставили. Пацан опешил от такой информации, долго стоял раздумывая. Ты голодный? Вон, вон, в мешке бери, чё хочешь, ешь, ешь. А приедем в маховой, я тебе новые сапоги и рубаху куплю, уговаривал его комендант. Ашка что-то раздумывал и медленно подошел к связанному верзиле, стал разглядывать его. Чё смотришь? Давай развязываем морду калмыцкая. Засучил ногами и задергался череп, но тут же хрипло закашлялся, покраснел и обмяк. Ашка так связал бандитов, что как только они начинали дергаться, затягивалась петля на шее. Так научил его Кузьмич, связывая непокорных лошадей. Сама морда это бандита, милиционер жмачка капитана картинка весем давал. Там твой морда. Точно, точно, он в розыске, жмаков и мне показывал его в токарочку. Он бандит, он украл лошадей. Я хотел отобрать, а он сюда меня приволок. В, сука продажная, взвал череп, на меня все повесить хочешь, не выйдет. Ты воровал лошадей, ты мочил конюха. Это все его и жратва и ружья. У меня ничего нет, я из тюрьмы сбежал, слышь, пацан, развяжи меня, я замочу его, гада, скрипел зубами череп. Врет он, все врет, зарал булавин. Слышь, малец, я тебе разрешал жить в бараке матери, твоей помогал, развяжи, а? Лучше бы он не вспоминал Ашкину мать. Мамка мой помирал, ты помогал, булавка. Путаясь в калмыцких и русских словах и рассуждениях и желая реализовать ту месть, которую он не совершил при еще живой матери, заступаясь за нее, Ашка взвыл от ярости. У, булавка совсем бандитка! И долбанул его прикладом по колену. Булавин волком завыл от боли, закатался по земле, Ашка ткнул еще под ребра и сорвавшиеся пальцы с гладких стволов ружья нечаянно нажали на курок. Бабахнул оглушительный выстрел, опалив щеку и жака намерзительно вереща улетел куда-то за верхушки деревьев. Ашка от испуга шлепнулся на задницу и не мигая смотрел на ружье лежащее около булавина. Тот съежился и перестал стонать, крепко зажмурив глаза тихо лежал. Череп тоже затих и встревоженно смотрел в их сторону. Заглаживая свою промашку с выстрелом, Ашка быстро вскочил на ноги, схватил ружье, переломил его, выбросил пустой патрон и, вытащив из патронтажа заряженный, оглядел его и загнал в ствол. Потом, как ни в чем не бывало, подтянул ремень, закинул ружье за спину и, достав пистолет из кармана, подцелился по очереди в обоих и сказал, потом, как это русским башкам стрелять? Слышь, милый, не надо, возьми все, только не убивай, быстро заговорил булавин, развяжи, отпусти нас, сам бери лошадей, все мешки и ружья, отпусти нас, а? Ашка не слушал их, ближе привязал лошадей к деревьям, насыпал в торбы овса и повесил им на морды. Лошади дружно захрумкали. Ашка неспешно оглядел мешки бандитов, собрал их в две кучки, выбросил лишние вещи, одеяло, капканы, оставил только продукты, топор да котелок. Бандиты молча наблюдали за ним. Потом он сел у костра и, по-хозяйски разложив еду, не спеша ел. Даже вскипятил чай основательно подкрепившись, он по очереди сводил лошадей к ручью, напоил их. Когда его не было, булавин напустился на черепа. Дурак ты, братан, зря рассказал пацану всю подноготную. Меня он уж почти согласился развязать, а там бы, глядишь, я б его обхитрил и до тебя очередь дошла. Так что кумек и маленько мозгами не получится добром прижать хоть как-то его надо. Пить хочу, башка в натуре разламывается, простонал череп. О-о-о, как только доспить, шибануть его по ногам, али как там получится прижать его к земле, а там я подкачусь, давить будем. Никуда не денется, учил его булавин. А вдруг он бросит нас тут или вообще пристрелит? Забеспокоился череп. Ответа он не получил. Появился Ашка, ведя вторую лошадь с водопоя. Он подвел Сивку к мешкам, похлопал ее по коленям передних ног и та, на удивление бандитов, легла на брюхо. Ашка обошел мешки, подумал и, подойдя к булавину, показал на лошадь. При булавке ехать Сивка тот замотал головой. Да-да, я понял, ты только подмогни, я ж связанный. И, заерзав на земле, он докатился до лошади, а нервно зафыркало, кося на него глазом. Ашка гладил ее меж ушей, успокаивая. Несколько раз булавин сделал попытку закатиться на хребет Сивки безуспешно. Мешало седло. Ашка стал растягивать подпругу седла, чтобы сдвинуть его ближе к крупу, к хвосту. И в это время булавин, согнувшись, стоя на коленях, вдруг разогнулся и головой боднул ошку в грудь. То тохнул и перелетел через лежавшую Сивку, закатался по земле. Уй, падла, сука, булавка! Ругался пацан на зэковский манер. А не рассчитав длину веревки, булавин хрипел и кашлял по другую сторону лошади. Петля от резкого собственного движения сдавила ему горло. Морщась отрывисто, выдыхая воздух, ашка сначала схватился за пистолет. Сытрелять, булавка! Истошно заорал он, потом сунул его обратно в карман и, схватив увесистую палку, стал дубасить своего давнишнего врага, почему попало, пока не устал. Испугавшись, Сивка вскочила и отбежала. Закончив его лупить, кинул палку в черепа, погрозив ему кулаком. Ашка, дэч, воин, ну и бандитка, падла! Ты че, братан, я ж тебя не трогал, испугался череп. Нет, ашка хаймык, братан, пояснил ему пацан. Бандит, хотя не понял, но на всякий случай замолчал. Булавин лежал на боку, связанные сзади руки были в крови. На щеке кровоточила широкая ссадина. Нервно кусая губы, ашка то и дело вытирал рукой слезящийся глаз. Очевидно, боль в груди не проходила. Он взял ружье и ткнул дулом в грудь булавина. Не убивай! Прости меня, сейчас я сделаю все, что ты хочешь, просил он. Ашка молча подвел сивку, уложил ее, как и в первый раз, и опять подошел к ее морде, молча гладил. Кобыла чувствовалась, нервничала. Она тогда вскочила сразу и отошла в сторону, как только ашка стал махать палкой, наказывая бандита. Булавка ехать, иначе ашка жикан башка стрелять! мрачно произнес он. Сейчас, сейчас! Отозвался тот, и ох, довольно быстро лег животом на спину лошади. Та попредала ушами, и когда ашка почмокал губами и потянул за усцы, с трудом навстала на ноги. Ох, тяжело так лежать! стонал булавин. Ноги его, связанные вместе, висели по одну сторону лошади, грудь и голова по другую. Ослабив петлю на его шее, ашка пропустил веревку под брюхом лошади, накинул ее на ноги бандита и закрепил подмышками. Ничего, хороша! хлопнул он весело булавину по плечу и пошел к пузану. Он был намного крупнее сивки, но, наверное, самый ленивый мерен на свете. Чтоб заставить его двигаться, надо было много раз его понукать, а то и огреть кнутом, заставить его лечь, как ложилась сивка, об этом не могло быть и речи. Сивку этому ашка научил за зиму. Мерину одолеть такую науку наверняка не светило бы и вовсе, как пацан не старался. Но есть такие бестолочи и среди людей. Пацан вел в поводу пузана и лихорадочно перебирал варианты погрузки второго бандита на лошадь. Ни до чего он додуматься не смог. За костром чернела яма от вывороченного с корнем дерева. Очевидно, в бурю. Ашка постоял перед ней и остановился. Залез в мешок, взял сухарь и стал манить туда пузана, который спокойно пошел за ним по пологому спуску. Съев сухарь, лошадь осталась на месте и мирно помахивала хвостом, не собираясь выходить оттуда. Оставив ее там, Ашка высыпал из мешка остатки овса в торбу и привязал ее к морде. Пузан, помахивая изредка головой с мешком, захрумкал овсом. Подойдя к черепу, пацан демонстративно переломил ружье, глянул в магазин и довольный произнес. «Два жекан, одна башка булавка, другая твоя». «Ты че, братан?» задергался череп. «Че делать, скажи, не балуйся с ружьем». Ашка ткнул ему дулом в спину. «Булавка сивка ехать, твоя пузан ехать». И он показал видневшуюся из ямы спину лошади. «Че, так же на лошадь лечь?» переспросил череп. «Лежать, лежать, твоя брюха, спина пузанка». «Ты, я ж в яму свалюсь, помоги мне», подергался череп. «Ага, моя помогать». И Ашка, положив ружье на землю, схватил ту же палку, стал хлестать его по ногам и заднице. «О, не надо, я понял», катался по земле верзила. «Вну, мать!» тяжело дыша, отбросил палку в сторону пацан, шепча что-то по-калмыцки. Он снова взял ружье в руки и сильно ткнул дулом бандита в спину. «Узанка спина ехать». Череп охая стал катиться бревном к лошади. Перед ямой он встал на колени и разогнувшись без всякого труда лег животом на пузана. Тот, словно не замечая тяжелой поклажи, продолжал доедать овесы с торбы. Наученный горьким опытом с посадкой булавина, Ашка уже осторожнее вел себя рядом с бандитом. А когда пытался затянуть веревкой под брюхом лошади ноги бандита, тот неожиданно так взбрыкнул ногами, надеясь ударить пацана, что сам чуть не свалился со спины лошади. Но на этот раз и Ашка был не лыком шит. К ногам бандита он подводил веревочную петлю палкой и тут же нанес удар по спине бандита. Голова черепа была по другую сторону спины лошади и он не мог видеть, где пацан и совершил ошибку, получив за это несколько ударов палкой по спине и заднице. Ашка затянул ноги петлей и так же ослабив веревку на шее и протянув веревку под брюхом пузана, завязал ее под мышками бандита. Тот кряхтел, но молчал. Пузан никак не хотел выходить из ямы. Овес съел и ждал еще чего-то. Пришлось выманивать его сухарем. Булавин хрипел и сипло просил «Развяжи, а! Но будь человеком!» Ашка больше не ввязывался в разговоры с бандитами, поза которых была очень болезненная, но по-другому он не мог. Череп просил пить, а глядев лошадей с лежащими на них бандитами, он навьючил полегчавшие мешки рядом с ними и, взяв котелок, пошел к ручью. Смешно было смотреть на малорослого кривоногого калмыченка, обмотанного под тронташами крест-накрест с двумя ружьями на плечах. Он неспешно принес воды и, подойдя к черепу, пригоршни и полил водой ему на затылок. «Хорошо!» просипел тот и открыл глаза, поднял голову. «Дай, дай, дай попить!» захрипел он, опасаясь подходить к нему близко, а шка на протянутых руках поднес к его губам котелок. Жадно хлюпая, череп выпил почти весь котелок воды. Часть пролилась из-за неудобного положения. Ашка снова пошел к ручью и напоил булавина. Потом поглядел на кучу оставленных одеял и белых простыней, взял одну простыню и, разорвав ее зубами пополам, разулся, намотал ее на прелые грязью ноги, с интересом посмотрев на свои старые рваные из какого-то тряпья портянки. Потом подумал и сунул пару простыней в мешок вьюка висящего рядом с булавиным. Радостно улыбаясь, он встал, потопал ногами и сказал «Эй, булавка, хороша портянка». Задрав голову вверх, он зачем-то оглядывал деревья. Наконец, отойдя довольно далеко от лошадей, он на бугре увидел высокую разлапистую кедрину и пошел к ней. Бандиты настороженно следили за ним. Лошади были привязаны к деревьям метрах в трех друг от друга. «Слышь, это куда он попер? Че он нас бросил?» затревожился череп. «Не вишь, лезть хочет на дерево осмотреться». «Ушлый пацан, это если напрямик, так ядровый лог в верстах в пяти будет, это мы перли в окружную верст двадцать дали». «На, влипли!» закряхтел булавин. «Точно мусорам сдаст, если не развяжемся». «А ты че его щемил там в лесосейке? Смотрю, палка и охаживал тебя, и скалился, как хищный зверек», загыкал череп. «Да было дело, мать у него была смазливая, хоть и калмычка, бывала, спала со мной, но потом, когда привалила ее в лесу, померла, но он узнал, за нож схватился одноглазый змееныш. «Ну, значит, крышка нам, если не развяжемся», и череп задергался на лошади. Пузан только переминался с ноги на ногу, а сивка начала взбрыкивать, и если бы булавин не был привязан вокруг ее брюха, слетел бы наверняка. Она так прижала его к соседнему дереву, что чуть не переломала ему ноги. — Трррр! Трррр! — успокаивал ее Булавин, но она долго еще продолжала плясать. — Сатана, не кобыла! — ругался он уже не дергаясь. Ашка, стоя у кедрины, молча снял ружье и целился в их сторону. — Да мы ничего! Вон лошади почему-то взбесились! — закричал в сторону Ашки и Булавин. — Зря глотку дерешь, этот азиат ничего не понимает! — ругнулся Череп. — Вот это ты зря так думаешь и болтаешь лишнее! Он все падло понимает. Разговаривать только плохо. Сдаст он, сука, нас мусорам. Зря я заправку поджег. — Ну! — ха-ха-ха-ха! За поджег тяжелее приговор будет! Каюк тебе, Лукич! — загагыкал вновь Череп. — А я на тебя сопру! Ловил, мол, каторжника и поджигателя конокрада, а калмычонок повязал нас обоих. А так-то Черепок! Засипел, забулькал Булавин. — Ох и сука же ты! Зря я тебя не пришил, землянки! — заворочался Череп. А ты, дурак-подначек, не понимаешь. Ведь чего б мы друг на друга не валили, все равно нам с тобой за старые грехи вышка. Вот у меня и золото есть, все равно не поможет. — Иди ты! Может, клюнут, откупишься? — Не-а-а! Даже этому одноглазому не предлагай, не поймет. — А может, посулить все-таки ему? — дернулся Череп. Ему кусок хлеба будет лучше, чем золото, — заключил Булавин. — Ты смотри, лезет с ружьями на кедрину. Не дурак, пацан. Он из дерева нас может перестрелять. — Может, он и стрелять-то не умеет, — натужно поднял голову Череп. — Стреляет падла метко, хоть одноглазый. Конюх этот, которого я замочил, натаскал его. Ружье у него есть. — Слышь, Светоша, а вот все ж хочу спросить, как ты из далеких саян и скитов этих попал на первую ходку? — Просто отец мой староста в скиту послал меня в ближайшую деревню в магазин за спичками да чаем. Остальное-то все у нас свое, в самом делешное. Но деревня — это значит, от нас в верстах восьмидесяти по тайге напрямик. А ежели путь торный будешь выбирать, ты и все двести будет. — Да ну, точно тебе базарь, зуб даю. Это ж до войны еще было. Ну, значит, через две ночи подхожу к этой магазине, а там засада. Грабанул кто-то лавку, да часть товаров, заброшенные рядом с сарай, припрятал. Ну, стало быть, лавка-то сама закрыта. Походил я вокруг да около, вижу следы в снегу туда протоптаны. Не оттуда, а там меня хвать и браслеты на руки. Ну, потом война, из зоны штрафбата, остальное уж с тобой были, знаешь. А тогда специальные отряды из НКВДшников по тайге шастали. Дезертиров вылавливали до отшельников. Кто с властью не мирился, кто в тайгу ушел на жительство. И до скитов добрались, уничтожали, а людей на зоны. Но наш тоскит далековато был, да и подступы к нему были трудные. Еще верст за тридцать у нас сторожевые посты были. Обманом уводили любопытных в непроходимые болота. А там им крышка. Да и зверье у нас на службе. Не допустят чужих. Поргу гонишь, святоша, поднял голову череп. Многие так думали. Да своей кровушкой попоили рысей. А это тебе даже не овчарка на зоне. Прыг тебе на загорбок с любого дерева. И какой бы ты силы ни был, не совладаешь с рысью, если она у тебя на шее. Да еще и другая поможет. Иди ты, удивился череп. А вас не трогают? А зачем им нас трогать, если они нами обучены? Да мы и не ходим теми тропами, где рысь на карауле проживает и несет службу. Дых, и меня может рысь закогтить, опешил череп. За милую душу. Забулькал смехом булавин. Питья в тебе, кровушки, стал быть, много. Здоровый ты. Ни хрена себе, вновь удивился череп. Ну, а меня-то тогда сразу раскусили, что я киржак из скита. Давай, мол, показывай, где ваше логово. Говард у меня какой был? Старинный, скитский. А что, батюшка, обижаешь раба Божьего? Кар небесный на тебя снизойдет за грехи. Загугнил булавин. Докрестился двуперстно. Посчитай каждую минуту. Как тут не понять, откуда я? Ну и что, привел ты к скит? Осведомился череп. Ага, сейчас. Как ни дубасили, ничего я им не сказал. Фамилию, имя, правда, сказал честно. Не мог я отречься от родительской фамилии тогда. Эх, а булавин от кель? Захихекал череп. Ну уж от потом, когда из зоны бежал, шкуру спасал. А тогда скитский был, под богом ходил, а душе больше думал. А сейчас тоже шкуру токмы бы спасти. Хоть черт пусть поможет. Не развяжемся, и тело, и душа все прахом пойдет. На распыл пустят. Слышь, может, как-то упросим развязать нас, а? Ведь вышка точно будет. Может, обхитрить как-то удастся. Вон уж нехрест одноглазый слез с дерева. Высмотрел, падла, куда идти. Может, больным прикинуться. Давай, череп, думай. Мне-то он никак не поверит. Знает меня, а тебя нет. И вдруг череп задергался, заголосил. Ай, мочи нет! Ай, живот надавил, скрутило, умираю! Давай, давай, черепок, голоси. Он уж бегом бежит сюда. Ашка действительно бежал, держа ружье перед собой. Слышь, пацан! Кричал Булавин. Умирает мой кореш. Он после операции, ему нельзя животом вниз лежать. Ему в уборную надо. Чуть развязать нужно, иначе он умрет. Бандита умирать хороша. Обошел вокруг лошади Ашка. Ему в уборную надо, напирал Булавин. Негоже, если мужик в штаны навалит. Бандитка в штанов вонять фу, нехорошо. Фу-фу, нехорошо. Ну, напоил ты нас, спасибо тебе. Не убежали ж мы. А теперь ему в уборную надо. Развяжи, а? Продолжал уговаривать его Булавин. Меня не надо. Можешь еще крепче связать. А его хоть чуть-чуть-то развяжи. Умрет человек. Ашка задумался, а потом решительно сказал. Уборный вонь. Знать живой. И к хвосту сивки он привязал повод от уздечки Пузана. Он отвязал сивку от дерева и, почмоков губами, повел ее в нужном направлении. За ней, вытянув морду, пошел Пузан. Сука! Гад! Скотина одноглазая! Падла! Порву! Бесился череп. По боку и брюху Пузана стекали струи мочи бесившегося черепа. Ашка остановился, подобрал внушительный сучок, обломал с него тонкие веточки и этой палкой стал нахлестывать черепа по заднице, приговаривая. Сука! Падла! Сокотина! Штаны срать не надо! Ашка! Хальмык! Понимать не надо! Не буду больше! Верещал череп, дергаясь. Проходя мимо булавина, он шлепнул палкой и по его заднице. Булавка – плохой человек. Ты че, пацан? Я ничего, молчу. Вези уж черт с тобой! Заявил он. Ашка потянул сивку дальше. Бандиты в основном молчали изредка охая. Скоро Ашка выбрался на вырубленную просеку, которая примерно часа через два привела странную процессию к окраине кедрового лога. Сдай нас в кедровом! Возник булавин. Здесь его не знали, и он все еще надеялся как-то выкрутиться из этого положения. «Ничего, маховая ехать!» Ответил пацан, понукая сивку. «Здесь и милиционер есть, и врач. Корешу надо врача срочно! Вишь, замолчал, без сознания он. Умрет, ты отвечать будешь. Я подтверждать буду, что ты убил его. Вон как палкой охаживал!» Ашка молча продолжал вести лошадей. Переходя через ручей, он отвязал бренчащий котелок от мешка рядом с черепом и, набрав в него воды, плеснул на его голову. «Я вам, Ашка-доктор!» Скалился пацан, а бандиты отфыркивались и мотали головами. «И впрямь легче стало! Сопля-сопля, смотри, освежешь, что надо! Может, попить дашь?» Тянул время булавин. «Маховая пить, махан кушать!» «Штап, ты сдох, морда калмыцкая!» Разозлился череп. «Моя живой, морда калмыцкая хорошо!» Радостно заулыбался пацан, дергая повод сивки. Прошли поселок Кедровый лог и углубились по разбитой дороге, ведущей к маховому логу. Здесь прошла лесозаготовка, и окрестности являли собой жалкое мелколесье, перемешанное с кучами листьев, оставшихся после хозяйствования человека. После наводнения вся эта низина была затоплена водой. Вода сошла, но в ямах в колдобинах была чуть не до колена. Ежедневные поездки лесовозов и тракторов сделали дорогу сплошной жижей. Сначала Ашка еще как-то старался идти по обочине, чтобы не влазить в грязь, а потом махнул на всю руку и пошел напрямик. Грязная жижа все равно хлюпала в его рваных сапогах. Он страшно устал. Ему хотелось спать, но упорно шел вперед. До махового лога надо было идти еще больше часа. Он знал эту дорогу. Ездил по ней не один раз, но одно дело верхом на лошади, а другое пешком, с ружьями на плечах, которые стукались друг о друга и казалось веселее, тяжелее его самого. Много раз он гонял лошадей из махового в кедрово и обратно, ездил с Егором на бричке, сейчас тяжело было идти. И чтобы прогнать усталость и сонливость, он запел калмыцкую песню, которую пел его отец, когда они ездили с ним на пастбище. У него была мохнатая монголка с седлом, как и полагалось взрослому седоку. Послушная кобылка очень чувствовала состояние молодого ездока. Когда жаркое солнце начинало неимоверно греть, и ее малолетнего хозяина начинало заносить по разным сторонам от усталости и сонливости, она останавливалась и покорно стояла до тех пор, пока не подъезжал отец Ашки и не забирал к себе в седло малыша. Потом он тихо ехал вокруг лошадей и пел длинную песню, пока не просыпался сын. А сзади его не спеша шла бахтанная муха, кобылка Ашки, изредка скусывая подвернувшийся стебелек травы. Табун тоже замедлял свой бег, будто охраняя сон молодого пастушка, до тех пор, пока пел песню их основной табунщик. Крепко поспал с полчаса, малыш неожиданно просыпался, протерев кулачками глаза, он спрашивал отца. Пап, я спал? Ну, если я пел, значит, ты спал. А о чем ты пел? Про широкую степь, какая она красивая, и что ты скоро вырастешь и будешь скакать на самом быстром скакуне и забирать все призы. Ой, папа, давай сажай скорее меня на бахтанную муху, и я быстрее всех доскачу до отбившегося от табуна жеребчика. Отец бережно пересаживал сына на его лошадку, и он, подбадривая ее пятками, несся что-то, крича к отбившемуся от табуна жеребчику. Сейчас Ашка звонко и заунывно пел, шагая по слякотной дороге, а в мозгах в противовес песне стучала мысль, и отец уже не споет никогда, и ты его не увидишь. И степи здесь красивой нет, и вместо красивых табунных лошадей сзади понуро плетутся две клячи с бандитами на спинах. И кругом тайга с переломанными деревцами, с видневшимися вдалеке лесистыми горами. Не жаркая Калмыкия, друг мой, а холодная Сибирь. Тьфу ты, черт, лезет в башку всякая ерунда. Чертыхнул Сашка, хлебнув мутной воды через верх сапога, и пораженный остановился. Сзади его орали в два голоса бандиты. Буквально в десятки метров сзади Пузанара катала КТ-шка с прицепленными санями, на которых виднелись большие железные бочки. Очевидно, с горючим. Вот так размечтался, и трактора не услышал. Удивился Ашка, сворачивая лошадей на обочину дороги, и остановился. Привычные к тракторам лошади по лесовозкам невозмутимо стояли почти по колено в грязевой жиже. Трактор лихо подкатил к Ашке и остановился. Из кабины без зуба скались, высунулся историк. Ашка, сынок, живой? Пацан безучастно мотнул головой. А мы тебя всем миром калмыцким искали. Думали, не утонул ли ты? НКВДшники нас затаскали. Ты, мол, украл лошадейку из меча. Грозятся в тюрьму посадить. А это кто? Бандитка, черепа и булавка. Да ты что? Булавин комендант? Булавка. Мотнул головой пацан, покачиваясь. Эээ, стоп-стоп, да тебя качает. Здоров ли ты? Давай-ка садись в трактор. Бандитов с сани перегрузим, лошадей к саням привяжем. Дойдут как миленькие. Пацан несогласно покачал головой. Чудак-человек, растерялся историк. Моя, сидеть с сани. Дядя, басха. Да, попросился Ашка. Не могу понять, чего ты хочешь. Говори со мной по-калмыцки. Ты очень устал. И басха заговорил с ним на родном языке. Давай, давай. Сядешь в сани, только не свались. Привяжем сивку к саням. За ней пузана и тихонько поедем. И бандиты у тебя будут на глазах. Так? Ашка согласно кивнул и привязал повод сивки к саням. Историк откатил бочку в сторону, чтобы он сел и забрался в трактор. Историк тихонько тронулся, поминутно оглядываясь. Ашка положил ружье на колени. Второе так и торчало у него за спиной. Удали уже виднелись бараки махового. Историк остановил трактор на сухом месте, подошел к Ашке. Тихонько спросил его. Они живые? Ты стрелял в них? Пацан странно посмотрел на него, положил ружье на сани, слез на землю, подобрал небольшую палку и врезал по ногам сначала одному, а потом второму бандиту. Те словно по команде заорали. Ты че дерешься, морда калмыцкая, не имеешь права? Живой? Хитро улыбнулся пацан. Живой? Удовлетворенно засмеялся басха. Ну, поехали уже, мало осталось. А то уж вечереет, да и власти пока не разъехались. При упоминании о властях бандиты задергались и заныли. Слышь, мужики, отпустите нас, все заберите. И так забрали, засмеялся историк. Дурак ты, калмык, ничего не понимаешь. Золото у меня есть. На твой век хватит, как сыр в масле будешь кататься. А так чего? Ну, сдадите нас властям, потаскают вас еще что-то. Так как это вы нас взяли? С участниками еще пойдете? Ну, похвальную грамоту выпишут. Пусть даже медаль. Ну и все. А мужики, а? Нет, милый, задумчиво ответил историк. Мы без золота хоть на такой свободе без родины. А за золото твое разбойное сядешь навечно, если еще живым останешься. Так что сами за него отвечайте. Дурак ты, падла калмыцкая! Так и будешь всю жизнь эти бочки вонючие возить, заорал Булавин. Да ты знаешь, эти бочки я везу первый раз, и потому что вот такие, как ты, сожгли у нас горючие. А так я лес вожу. Ну, а теперь, наверное, разберутся, кто сжег горючие. Ну, вези, падла! Сдавай мусорам, еще поглядим, как все выйдет. А доведется встретиться первому тебе и этому волчонку кишки выпущу, бесился Булавин. А историк не слушал его. Забрался в трактор и зарыкатал дальше. Ашка не стал садиться в сани и, важно, вышагивал сзади, держа ружье на изготовку. Так и подъехали они к столовой, мимо которой шла дорога на заправочный сарайчик. Здесь уже толпились люди, пришедшие с работы. Рабочий день кончился. Поддаль стояли воронок и мотоцикл с люлькой участкового. Подъехала кузовная машина из лесосеки, полная рабочих, которые жили в Орешной. Вечерело. Слышались веселые шутки и смех. Обычно в столовую валили валом, а тут покуривали возле нее. Зубоскалили, поглядывая на технику властей. Заскакивали смельчаки, остальные ждали их отъезда. Там осведомлялись нежелающие встречаться лишний раз с НКВДшниками и участковым. А куда они делись? Закусывают? Усмехались побывавшие в столовой. Хе, поглянь! Послышались возгласы. Где, где? Завертели головами мужики и бабы. Мать моя! Трупы от кельта везут. Наверное, где-то после наводнения нашли. Не-не-не, там что-то другое. Смотри. Тихонько КТшка тянет лошадей и сзади кто-то с ружьем охрану несет. Интересная процессия подъехала ближе и толпа ахнула. Дык, это шесторик горючку везет. А сзади лошади пропавшие кого-то везут. А с ружьями-то калмычонок? Ну, Ашка, Яшка, одноглазый. Кое-кто из толпы, самые любопытные, двинулись навстречу трактору. И вдруг истошный бабий крик. Ай! Булавина утопшего нашли! Толпа подвинулась вперед. Трактор остановился. Да заглуши ты свою тарахтелку! Зарали вокруг. Историк заглушил трактор и, улыбаясь, спрыгнул на землю. Вот вам трофей привезли. Ха-ха. И вот главный герой. Разведчик, добывший двух вражеских языков. Раскинув руки, историк показывал на Ашку. Кто-то нырнул в столовую. Оттуда сразу выскочили трое НКВДшников и участковый. На ходу вытирая губы и застегивая шинели. Это что тут за маскарад? Кто тут агитацию ведет? Раздвинув толпу, заорал участковый. А ты чего тут обвесился оружием, как партизан? Ткнул он на смутившегося Ашку и сразу осекся, увидев связанных людей на лошадях. Кто может объяснить, что все это значит? Еще громче заорал он. Он может. Улыбаясь, ответил историк. Ты мне дурочку не пари, отвечай, коль знаешь. Да ничего я не знаю. Везу горючку из кедрового. И вон, за бугром догнал все это. Уже смущенно развел руками историк. А оправившийся после минутного замешательства Ашка неспешно положил у ног участкового НКВДшников ружье. Снял из-за спины другое, к которому была привязана финка. Тоже положил на землю. Потом через голову снял патронтаж и положил их сверху. Секунду-другую подумал. Полез за пазуху и достал оттуда пистолет. Подержал, полюбовался им и тоже положил на патронтаж. Весел. Развел он руками, поглядывая на участкового. Тот очень серьезно глядел на него и пальцем указал на лошадей, на связанных людей. А это где нашел? Живые, мертвые? Мал-мала живой, весело ответил пацан. В тайга ходил лошадка-сивка-пузанка воровать. И он ткнул на связанного булавина. А зачем ты в тайгу воровал лошадей? Вытянулся к нему участковый. Эй, дядя, совсем не панумать. Расстроился Ашка и заговорил что-то по-калмыцки с босхой историком. Сам, сам объясняй. По-русски весело сказал он. Ну, это как это русско? Булавка, черепка, бандитка. Лошадка-пузанка, сивка воровать. Саян ехать. С натугой выдохнул пацан. Лошадка нет. Русска нет. Кузьмич, Ашка ходить тайга бандиткой лошадка смотрел. Бандитка веревка таскать, маховая. Ну, братец, нагородил ты, сам черт не разберет, замотал головой участковый. Оружие чье? Бандитка, булавка, черепка. Удивился пацан непониманию властей. Ты че их пострелял? Зачем? Допытывался уже один из НКВДшников. Нету стрелять. Зачем стрелять? Один раз стрелять. Жекан. Ух! Заорал пацан на них. Стащив с ноги свой грязный сапог, он что есть силы лупанул по заднице булавина. Тот дернулся и заорал. Ты че, сука, сдавай мусорам? А изгаляться не имеешь права, падла одноглазая. Кля, братцы! Так это ж наш комендант, наш булавин! Заорали в толпе. А второй-то кто? Ашка сапогом огрел и второго. Череп хрюкнул и заскрипел зубами. А Ашка стоял в растерянной с голенищем сапога в руках. М-м-м, бандитка, падла, сука! Ругнулся пацан и стал пробираться сквозь толпу. Стой, стой, нельзя уходить! Догнал его историк и, подобрав валявшийся о порог сапога, протянул ему. Надень хоть такой. Холодно еще. А там что-нибудь придумаем. Ашка, зло сопя, сел на землю, выжал с ноги грязную портянку, намотал ее и сунул в опорок оставшегося сапога. Голенище он так и продолжал держать в руке. Потом встал и стал развязывать веревку на плечах у булавина, чтобы убрать ее из-под брюха сивки. Развязав ее, он встал за ноги булавина и попытался стащить его со спины лошади. Это ему не удалось. Матерый комендант был кряжест и тяжел. Участковый с НКВДшниками что-то обсуждали, тыкая то на оружие, то на связанных людей. Участковый из планшета достал фотографии и, найдя нужную, показывал им. Потом, увидев затруднение Ашки с разгрузкой лошадей, рявкнул. Что? Помочь некому пацану? Несколько мужиков сразу подошли к лошадям и нерешительно топтались, морщась, фыркая носами, поглядывая на свои руки. Чего там? Кровь, что ли, у них? Подошел ближе участковый и сам стал принюхиваться, оглядываясь по сторонам. Хе-хе, похоже, что трофей в штаны навалил, победоносно сказал один из мужиков. Ха-ха-хай, с перепугу булавин обосрался, заколыхалась в смехе толпа. А второй-то вообще мокрый. Вот тебе и калмычонок, нагнал страху в штаны им. Навалишь, никуда не денешься, на брюхи едучи, поди цельный день. Тут же отвечали другие. Слышь, а как-то он смог таких верзил связать да на коней погрузить? Хе, ну и пацан. А мы все яшка да одноглазый. Вон где познается человек, гудели в толпе. Смотри, и мать умерла, и живет кое-как. А поди ж ты. Кузьмича от тюрьмы спас, да еще властям к первомаю. Эй, вон какой подарок приволок. Ай, Дашка. А эти мордовороты, знай себе, в столовке морды нажирают. Да, к славу, к любому цепляются. Хе, а бандиты под носом гуляют. Так, а кто там с чем не согласен? Звертел головой один из НКВДшников. Да говорим мальчонку одеть, а будь на дне. Да на довольствие поставить. В конюшне днюет и ночует пацан. А теперь Эван что сделал? Никому и не снилось. Разберемся. Рявкнул власть порядка и пошел к лежащим на земле бандитам, с которых сняли уже веревки и взамен на руки защелкнули наручники. Делаю заявление, закричал сидя на земле булавин. Я ловил в тайге известного убийцу, сбежавшего из зоны. Черепа. И он ткнул головой в сторону еще лежащего своего попутчика. Ах ты, сучара пидорная! Попытался вскочить на ноги череп, но десять рук прижали его к земле. И все-таки своим огромным сапожищем он долбанул святошу куда-то в грудь. Тот задохнулся от боли и, скорчившись, стал извиваться на земле. К ним кинулись участковые НКВДшники. Ашка, не обращая ни на кого внимания, взял повод Сивки и, причмокивая, повел ее из толпы. Пузан вытянул морду, привязанный к ее хвосту, нехотя поплелся за ней. — Куда это ты, Ашка? — смеялись вокруг. — Концерт еще не окончен. — Конушну надо ходить. Сивка-пузанка кушать надо. — Да не до концерта ему, видишь. Еле на ногах стоит пацан от усталости. Да и не кормлен. Поди, сколько дней? — сочувственно высказалась какая-то барышня. Мешки вьюки так и остались на холках лошадей, с которыми пришел Ашка на конюшню. Кузьмич и Тюмдя сидели у костерка около конюшни и пили чай, о чем-то разговаривая. Сидели спиной со стороны ворот загона. Лошадей, если сосеки уж, возвратили назад, и Кузьмич готовился гнать их в ночное пастбище. Начинала зеленеть новая трава, да бурьяна старого было полно. Двое возщиков, работавших на сивке и пузане, каждый утро и вечер наведывались на конюшны и зло матерясь грозили Кузьмичу. — Не найдешь лошадей, старая морда? Потеряешься где-нибудь в тайге? По твоей милости в сучкорубах ходим, копейки зарабатываем. — А чем сидеть в тюрьме да мучиться? Да лучше сразу умереть. И властям легче будет, убийц долго искать не придется. — Всяк ведь слышал ваши угрозы. — парировал на угрозы Кузьмич. — Скалмачнёй снюхался, точно им на махан продал. — Шипели они. — Ну, погоди. И тут, как снег на голову, открываются ворота загона, и их Ашка, о котором они только что жалковали, ведет за собой пропажу, да еще с седлами и какими-то мешками. — Ашка! Сынок, да где ж ты пропадал? — Грязный, исхудал весь, и у лошадей одни ребра торчат. — Милый ты мой, садись, чайку попей, вот хлеб с кусочек, — суетился Кузьмич. — Расскажи, ну где ж ты нашел лошадок? — От тюрьмы меня спас, — прослезился старик. — Ашка тайга ходить, бандитка видеть. — Бандитка поймать и веревка вязать, — невозмутимо рассказал пацан, швыркая чай из кружки. — Тюмда, расспроси его по-своему, потом обскажешь, а так я ничего не пойму. — Егор! Егор! Иди сюда! Тут такие новости! — Побежал Кузьмич в конюшню и скоро вышел оттуда с Егором. — Ашка с тюмдей разговаривали на калмыцком, махали руками, вскакивали и снова садились. Ашка кричал, лупил кого-то, как будто палкой, целился, как из ружья, потом завыл, завизжал. И они с тюмдей долго смотрели в небо, куда медленно показывал пацан. Много раз из уст Ашки навырвались слова «Булавка, падала, черепок, сука». — Отчего тюмдей? — качал головой и восклицал. — Ой, сжимай ладонями свои щеки. Потом Ашка стал совсем серьезным, надул щеки и, пророкотав на манер трактора, произнес «Историка Басха». Затем схватил палку и, взяв ее как ружье перед собой у пояса, важно прошелся вокруг костра, указывая на сивку и пузана. Подбежал к ним и показал, как на их спинах лежали согнутые пополам связанные люди. Потом у столовой он разгрузил с сивки булавку, с пузана черепа и, разорвав свой сапог от удара об ноги черепа, увел лошадей сюда. — Эп-по! — восклицал тюмда, переглядываясь с мужиками. — Весь все! — по-русски закончил свой рассказ Ашка, уселся у костра и продолжал пить чай с хлебом. Егор, стоя сзади Ашки, мотнул головой, глядя на тюмдю и показал пальцем у виска. Тот скривил губы, поднял брови и пожал плечами. Потом встал, отошел в сторону и вкратце поведал им о том, что ему рассказал Ашка. — А с кем он оставил бандитов у столовой? Это ж недалеко, проверить можно. — Тюмда? — задал этот вопрос пацану. Тот небрежно ответил. — Жмачка, милисянерка. И, растопырив три пальца, добавил. — Гурун кевэнде. Три ин кэвэдэ. — У-у-у! — серьезно посмотрел на него Тюмда. — Поняли это и мужики. — Слышь, Тюмда, ты тут лошадок в стойло загони, овса под цепь напои, да за мальчонкой пригляди, а мы с Егором Мигом к столовке смотаемся, ладно? — Хорошо, — согласился старик, подливая чай себе и Ашке. И они неспешно пили чай, разговаривали. А у столовой уже стояла огромная толпа. Все люди вывалили из бараков. Связанные бандиты спиной к спине сидели на земле. Кроме того, за спиной у них руки были закованы в наручники. Багровей от злости орал участковый, оглядываясь по сторонам. — А где этот калмычонок? Куда делись лошади? Толпа радостно гоготала. — Ха-ха-ха! А в тайгу снова ушел бандитов ловить? У вас-то кишка тонка. — Он и лошади ведь основной вещдок. — Ты чё ж, Жмаков, лошадей как вещдок в район погонишь? — тихонько спросил его начальник участка Михеев. — Не дури, увози быстрее этих бандитов, пока не завонялись они совсем. — Пацана надо до следствия допросить. Я и фамилию его не знаю. Может, и поощрить его чем придется? — Ну, поощрить, само собой, надо его, а терзать не надо. Он и так вам медали на грудь и звездочки на погоны заработал. — Фамилия его? Балаев Ашка. — Семнадцать лет, — ответил Михеев. — А вон, лучше у Кузьмича расспроси, он все знает про него. На конюшне с ним пацан мыкается. — Вот я и говорю, — протиснулся к ним Кузьмич. Мало того, что пацан сирота, места ему нигде нет. Помогает мне на конюшне, как взрослый. Пора бы его на оплату поставить, а то голый голоден. — А он несовершеннолетний, в лесосеке нельзя, — встрял он КВДшник. — Лопатой на конюшне можно лошадей пасти, охранять можно, бандитов тоже ловить можно, а зарплату за свой труд получать нельзя. — Ха-ха, смешно. От тюрьмы меня взрослого спас он. Ему учиться надо. По приказу товарища Сталина все дети до восемнадцатилетнего возраста должны сидеть за партой, в каком бы то ни было классе, — поднял палец участковый. — Ну, уважаемые, я-то знаю больше нашего героя, чем вы, — выступил вперед историк. Тут особое положение. Балаев Ашка, который поймал бандитов и спас социалистическую собственность в виде лошадей, еще несовершеннолетний, но даст фору и многим взрослым в труде. Правильно Кузьмич говорит. У Ашки выбит глаз. Он инвалид войны. Зрение второго глаза тоже не очень. И может пострадать от напряженной учебы. Человек ослепнет. Тогда что? Кому он нужен? А так он и себя обслуживает, и пользу государству принесет, если будет работать там, где он может, и где ему все по душе. Ну, а читать, писать, мал-мала, я его научу. Привезите только букварь поновее. У него есть талант по резьбе и лепке. Научу читать, писать. Он еще в школе преподавать урок искусства будет. Правильно, правильно, — закричали вокруг. Новый из стройки НКВДшников ткнул в бок своего собрата по оружию и зашептал на ухо. «А кто этот тракторист с азиатской харей? Может, заодно с этими увезем? А, ха-ха-ха, не-не, на трактористов и шоферов пока бронь. Пусть дают стране лесматериал. А дальше видно будет», — ответил его напарник, смеясь. Участковый подошел к НКВДшникам, пошептался с ними, вежливо попросил толпу. «Ребята, подсобите этих мордоворотов в воронок погрузить. А че их грузить мараться об них? Развязать их поодиночке зайдут сами за милую душу. А там снова связать их?» «Тоже правильно», — согласился участковый. «Так что, милый, извини насчет воронка. Туда, кабы самому не попасть», — молвил кто-то. «Ну, а где все-таки лошади и этот? Как его?» — заглянул в блокнот участковый. «Балаев, Ашка». «Да, чай пьет. На конюшне, лошади там. Мы вот с Егором тоже не поверили ему, пришли узнать. Оно вон как выходит, правда? Не трогали бы парнишку, он всегда на конюшне, если надо чего узнать. Не, если б не он, тюрьма мне», — закряхтел Кузьмич. «Ладно, не переживай», — хлопнул его по плечу Жмаков. «Время такое». И пошел к своему мотоциклу, бросив на ходу хозяевам воронка. «Везите их сразу в район. Негде мне их содержать. На свой счет можете добычу записать». Следом уехал и воронок с бандитами. Ушла машина с рабочими в село. Затарахтел КТшка историк, увозя бочки к заправке. Толпа расходилась, обсуждая увиденное. Вернулись в конюшню Кузьмич с Егором и на вопрос тюмды, но как голова ошки дурной, дружно ответили. «Не, паря, парнишка у нас умница, всю правду рассказал. Таких отпетых бандитов поймал». Как удивлялись они. «Моя тебе сказал. Калмык умная человек». Поставил точку тюмда. «А где парнишка?» «А, чай пил, спит маленько». Кузьмич заглянул в конюшню. В первых стойлах стояли Сивка и Пузан. И уже без мешков хрумкали овес. В крошечной коморке конюховки на хмутах, свернувшись в комочек с кусочком хлеба в кулаке, сладко спал ашка. «Утомился парень. Совсем еще ребенок. Живет давно тяжелой взрослой жизнью». Подумал Кузьмич, тяжело вздыхая, и тихонько закрыл дверь. Продолжение следует...